Детский сад играет огромную роль в жизни ребенка. Это первое общественное учреждение, где малыш на время остается без родителей, учится знакомиться и общаться, быть в коллективе. И чтобы становление маленького человека успешно состоялось, необходимо создать достойные условия. Наш город и район могут быть довольны своими дошкольными учреждениями, которые строятся и ремонтируются с завидным постоянством. Делается все возможное, чтобы юные славянцы смогли без проблем посещать детские сады и находиться в комфортабельных условиях. Трудно переоценить и роль сотрудников дошкольных образовательных учреждений. Их профессиональный праздник – День работников дошкольного образования – один из самых молодых в России, но он уже стал необходимым и значимым для очень многих людей – воспитателей, их помощников, нянь и всего персонала. В честь этого прекрасного праздника на прием к главе Славянского района Роману Синеговскому были приглашены сотрудники дошкольных учреждений муниципалитета. Приглашенных, а среди них были воспитатели, повара, музыкальные руководители, учителя-логопеды, заведующие детскими садами. Объединяет большая любовь к детям и желание делать добро. Днем дошкольного работника в этой отрасли работает почти тысяча человек. Мы вам доверяем самое ценное, что у нас есть – это наши дети. И первые шаги воспитания они получают, конечно, в детских садах. Но развитие ребенка, его, наверное, понимание мира, восприятие мира – все зависит от вас. Музыкальные занятия, всякие творческие занятия. За это вам большое спасибо. Хотелось бы, чтобы у вас тоже все было в жизни хорошо. Каждая из участниц приема была представлена. Все узнали об их профессиональной деятельности, успехах, чертах характера и увлечениях. О каждой из них можно долго говорить, не жалея самых высоких слов. Самое главное – вы люди большой души, огромного сердца. И вот самое главное у вас – это любовь к детям. Если там не задерживаются люди, кто не любит детей, и с таким терпением, как у вас, наверное, позавидуешь. Поэтому надо все это вынести. Огромный низкий поклон за ваш труд. Всего вам самого доброго. Здоровья, удачи. Представители дошкольных учреждений образования чувствуют внимание и заботу руководства муниципалитета о своих нуждах. И они сказали об этом на мероприятии. Мы вас очень благодарим за ваше понимание. Это очень многое значит, что мы работаем вместе. И вы понимаете все наши проблемы. Мы стараемся создать и комфорт, и психологический комфорт для своих сотрудников, и прежде всего для детей. Это и второй дом. И мы вам благодарны, что вы понимаете, что наши проблемы и ваши проблемы. И лишаете нас эти проблемы. Спасибо вам большое. Затем состоялось награждение. Благодарственные письма за большой вклад в развитие дошкольного образования и в честь профессионального праздника, а также памятные подарки были вручены всем приглашенным. Мне очень приятно, что нас пригласили сегодня на мероприятие, посвященное нашему профессиональному празднику – Дню дошкольного работника. В честь нас устроили такое интересное мероприятие. Я работаю музыкальным руководителем в детском саду. Это очень важная, неотъемлемая часть развития ребенка – музыкальное творчество. Хочется, чтобы дети развивались, были музыкальными, творческими, любили петь, танцевать, играть. Мы создаем для этого все условия. Работаю с самыми маленькими детками, которые приходят к нам, это полтора-два с половиной года. Конечно, без любви, без терпения наша работа как бы не может быть. Мы стараемся все для детей, чтобы главное в нашей жизни – это наши дети. Поэтому мы их стараемся развивать. Все самое лучшее, что мы можем в жизни им дать, мы им даем. У нас коллектив очень дружный. У нас прекрасная заведующая Костюка Анна Викторовна. Мы ее очень любим. Она нам помогает во всем. С каким бы вопросом мы к ней не подошли, она всегда нас выслушает, нас поймет, всегда пойдет нам навстречу. Участники приема отметили, что в нашем муниципалитете созданы отличные условия для юных славянцев. И это очень всех радует. Мы присоединяемся ко всем пожеланиям в адрес сотрудников дошкольного образования. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин. Программа «События». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...